Выбор искусственного хрусталика, интерокулярной линзы, является одним из самых важных этапов на подготовительных моментах перед операцией по поводу удаления катаракта. Этот выбор обсуждается между пациентом и доктором. Принципиально искусственные хрусталики можно разделить на две группы. Первая группа – это монофокальные хрусталики, то есть хрусталики с одним фокусом. Такой хрусталик обеспечит пациенту хорошее зрение вдали. Но, к сожалению, ближнюю дистанцию, которую мы используем для чтения письма, требуется корректировать плюсовыми очками, которые подбираются обычно через месяц после операции. Вторая же группа искусственных хрусталиков – это мультифокальные, то есть многофокусные хрусталики. За счет своей сложной оптики эти хрусталики позволяют рассеивать, распределять цвет и обеспечить пациенту хорошее зрение не только вдали, но и на ближней и средней дистанции, которые требуются для чтения, использования телефона и работы за экраном, за монитором компьютера. Мультифокальные хрусталики – это относительное новшество в офтальмологии. Ну, по крайней мере, последние их модификации присутствуют уже порядка несколько лет на нашей работе, и мы их очень активно используем. Эти хрусталики позволяют человеку приобрести максимальную независимость от очков или контактных линз и иметь прекрасное зрение на всех дистанциях. В случае некоторых пациентов получить такое зрение, которое их в жизни не было никогда. Данные хрусталики применяются не только у возрастных пациентов, которые пришли и обратились с заболеванием, с катарактой, со снижением зрения. Также мы активно используем имплантацию этих хрусталиков и у молодых пациентов, у пациентов с высокой близорукостью или с высокой длиннозоркостью, которым, к сожалению, не всегда возможно выполнить коррекцию их проблемы с помощью лейсика. Альтернативным лейсику вариантом является применение специальных мультифокальных хрусталиков, которые могут исправить все их проблемы и подарить им прекрасное зрение. Конечно же, эти интерокулярные линзы, учитывая все преимущества, перечисленные, к сожалению, имеют определенные ограничения в применении. Такой хрусталик применяется в основном пациентов, у которых нет грубых проблем в глазу, помимо его хрусталика, помимо катаракты. Для того, чтобы полноценно пользоваться всем спектром возможностей этого хрусталика, у пациента не должно быть выраженных проблем с сетчаткой, со зрительным нервом. Пациенту не должно быть грубых в стадии глоукомы. Поэтому, конечно, именно этот выбор, какой хрусталик максимально подходит и является оптимальным для пациента, активно обсуждается с доктором на приеме при планировании операции по поводу катаракты. Спасибо за просмотр!